За прошедшие сутки на театре военных действий произошли следующие изменения. На Луганском направлении российские войска методично завершают окружение частей ВСУ на заводе Азот в Северодонецке. Отдельные военнослужащие продолжают сдаваться в плен. Выход мирных жителей осложняется из-за постоянных артобстрелов. Со стороны Камышеваки войска ЛНР продвинулись к угольной шахте в Золотом. На Донецком направлении отряды Вагнера в ходе штурма взяли село Кленовое. Таким образом, линия обороны ВСУ Покровская, Кленовая и Зайцева пожетнулась. До трассы снабжения Артёмовск-Лесичанск остался один километр. На подступах к Артёмовску идут бои за Покровское. Продолжаются непрерывные артудары ВСУ по Донецку. Впервые была задействована американская реактивная система залпового огня «Хаймерс». Войска ДНР с помощью беспилотников нейтрализуют украинские укрепрайоны. Один из таких был под посёлком опытный. На Николаевско-Херсонском направлении продвижение украинской группировки остановилось. Украинские военные, заявляя о наступлении на российские позиции, на самом деле наращивают свой оборонительный потенциал и минируют покинутые территории. Российские войска развернули контрнаступление в западной части фронта. В итоге под контроль российских войск перешёл посёлок Правдино. Линия фронта медленно приближается к посаду Покровскому. Российской ПВО был сбит самолёт МиГ-29 ВВС Украины в районе населённого пункта Апостолово Днепропетровской области. Очередную атаку ВСУ нанесли по позициям российских войск на острове Змеиный на Северо-Западном Причерноморье. Удары наносились авиации и артиллерии. Однако усиление российской армии и укрепление острова зенитно-ракетными комплексами свели на нет все попытки украинской стороны овладеть островом. Со стороны российской армии потерь нет. Из-за провала операции по острову Змеиный варварской атаке со стороны ВСУ подверглись буровые платформы Черноморнефтегаза, которые расположены в восточне Змеиного в 40 километрах. Одна платформа уничтожена. Несколько человек получили ранения, семеро пропали без вести. Ведётся их поиск. Также нанесён большой ущерб экосистеме и акватории Черного моря. Ответом российской армии стали ракетные удары по аэродромам Школьный Арцисс в Одесской области, военным объектам ВСУ в Белгород-Днестровском и окрестностях Авдиополя.